О, ты при грешни наших у Господа просишь! Туда и Господи! Добрых и болезных душам нашим и миромирами у Господа просишь! Туда и Господи! В прочее время живота наших в мире и покаяния и скончательного Господа просишь! Туда и Господи! Христианские кончины живота наших безболезнен, непостыдный, мирный, добрый, гадвитно-страшный, судящий Христовой Розе! Батюшка, ты не такой, кстати, не зайкаешь! Не могу, не зайкаешься! Соединение веры и причастия святого духа, испросившись сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим! Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Что здесь сказано? Слово «нашему» с большой губой усматривает в этом указание на три лица Святой Троицы. По образу нашему и по подобию нашему. Вот этот стих как раз указывает, будьте святы, как я свят, говорит Господь. Слово «святость» охватывает все, от рождения до смерти, от сотворения мира и до окончания мировой истории. Была доисторическая вечность, наступит поисторическая. И все во всем. Альфа и Омега, наш Господь. Он начало и конец. Чтобы узнать, как Он творил человека и почему мы должны сохранить этот образ, нужно вникнуть в Библию. Я приведу 40 с лишним мест священного Писания, которые раскрывают практически только одно качество Бога. А имен у Бога исследователи находят свыше 500. То есть Бог так сделал, что куда не обратив взор, все кричит о Боге. Он славен, он дивен. Кто сотворил то, что окружает нас? Бог. Взяли виноград. Я есть виноградная лоза. Взяли хлеб. И Он и говорит, царство Божие подобно женщине, которая положила, к примеру, муки за кваску. Это царствие Божие подобное. Вот размышляй обо всем этом. Ты сколько раз хлеб пек? Ты разумеешь, что это означает? Так разумеем только поверхность, только чуточку. Что делает там дрожжи? Это тайна. Тайна по сегодняшний день открытая ученым. Люди не могут создать, имея все данные, простое молоко. В нем 96 элементов насчитали. Ты посмотри, когда вскрывает корову, когда забивает. Как там переворачивается в желудке? Книжка называется у ней. Пробовали делать. Такие же травы заложили. Молоко зеленое. Никаким образом белое не получается. Кормят скотину? Скотина погибает. Тайна. Тайна вокруг, во всем. А мы сказали творец. А вот человек, творец, он создал что-то. Есть такое слово, которое не практикуется. Называется самосущественное. То есть происхождение чего-то. Мы говорим, в этом человеку любовь. А от кого? В природе нет закона любви. Нет. Здесь закон выживания, уничтожения. Господство сильного. Здесь низшее господство. Далее мы считаем в Святой Библии такие слова. Бытие 5.3. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему. По образу своему. И нарек ему имя Сив. Говорят, душа по природе христианка. Тартуляну приписывали. Адам уже рождает по образу своему. И когда говорят, что душа по природе христианка, мы должны задать вопрос, по какой природе? Она язычница. Она стремится к тому, чтобы поесть, подольше поспать. Что-то взять. И мы видим, в чем мир погибает. Мамона царствует. А Господь прямо положил предел. Не можете служить Богу и мамоне. Не получится. Потому что одному станешь усердствовать, а другому не надеять. А кто мамоне не слушает? Зайдите в церковь. Я буду говорить только о церкви. Про мир и так понятно. Торговая точка. Отсюда вывод. Христос еще не заходил в храм? Вы знаете, что он сделал? Никого не бил, кроме торгашей храмовых. А прокинул, раскидал. Тут не надо ничего толковать. Почему? Он говорит, это дом мой. Его дом. Он хозяин. И если он не хозяин, тогда можно торговать. Три торговые точки поставить. А скажи, спроси архиерея. От тебя это зависит? А ты можешь прекратить, чтобы храм не торговала? Не получится. Мы это испытывали. Народ вверх столпился у дверей. И дальше ничего нет. Благощины заметался в алтаре. Что случилось? А ничего, торговки вышли. С ними человек один побеседовал. Они говорят, мы больше не будем торговать. Служба остановилась. Значит, кто здесь главный был? Мамона. Деньги. Желтый телец. И глаза пожелтели от него. Ну начни немного смотреть. Написано, приблизил старство. Иоанн Златоуст говорит, он царь старей. И в лице его называется царством. Царства без царя не бывает. Приблизилось в лице Иисуса Христа. Написано, приблизилось. В иных языках переводится оно под рукой. Как бы уточняет, приблизилось еще непонятно. Только руку протяни. Близко спасение к человеку. Но нужно отречься самого себя. От ветхого рожденного сифом. Я когда читаю сиф, и думаю, не от того ли такой мир разврата сифиличишный. Сиф не по образу Божьему. А по образу Божьему мы должны узнать образ Божий. Коснусь только одной стороны, которая чуть-чуть приоткрылась на молитве. Свобода. Я долго искал у святых отцов. Об этом что-то Григорий говорит низкий. Чуть-чуть Златоуст касается. В глубину почему никто не заглянул? Почему? Потому что все эти отцы уже были во время порабощения церкви мирской власти. Патриарши и императорские престолы сдвинулись вместе. Что благословит архиерей? Уже сын Констанции, Константина Великого. Заходит на собор, руку положил на опец сабли своей. Я закон. Я канун. Вот теперь я решаю, что будет. А в свободе, в свободе, вот мы сегодня отмечаем 16 сентября память Амфима Никомедийского. А почему? Таких храмов нигде нет. Я проверял зарубежное, православное. Нигде он один. И может быть за 2000 лет один храм только назвал. Я не знаю. Насчитывал когда-то жития святых. С трудом в советское время доставал книги, начитывал и пленками наполнил Господь. Они насчитаны, слушаются хорошо. Страну. Покатились за границу эти кастеты. И вот я нашел, что если бы в книгу Гиннеса записывали тогдашних служителей Богу, Амфим Никомедийский стоял бы на первом месте. Это единственный епископ за мировую историю, который всю церковь воззвел на небо. А это не 3 человека, а не 20 человек, как у нас в храме. 32 тысячи. Это огнепальный епископ. Он сам не знал, сколько епископов в городе. И только в трудный момент внезапно в храме обнаружилось 6 епископов. Мгновенно креститься. Никто не вышел. Выни из храма. Лежит кусок мяса. Возьми, положи его на жертвенных. Ты свободен. Продолжай свою карьеру. Служи кому-то служить. Рим предлагал признать императора, как признает наша государственная власть. Приносите жертвы своему Богу. Но один раз в году хотя бы положить Аполлону, Максу, Венере, Асклипию не получилось. И весь мир восстал против церкви. Весь. А рены наполнились пылающими факолами. Рыком львов. Но ведь это не два, не три. А в то время в Риме насчитывалось разных божеств, покоренных ими около полутысячи. Христианам предлагали. Вот ниша ставьте статуи своего Христа. Не получилось. Что-то пошло не так. Весь мир восстал на христианство. Мы не знаем ни одной религии с тех времен, а христианство стоит. Доверие Богу. Почему? В свободе. Вот они свободные. Вместе с пламеньем огня, как Илья на огненной колеснице, вознеслась церковь в дни комедии на небо. Столичный город освободился от христиан. Но семя, брошенное ими, ибо кровь христиан всегда была семенем ее, взошла обильно. Она коснулась нас. И будучи в Нью-Йорке в 92-м году, я положил прошение назвать нашу общую новую в честь амфимоника медийского. И спрашивать, почему? Я говорю, у нас уже, вот у меня лагерь детский, 18 раз сжигали до тла. Да защитит он нас. По милости Божией, мы стояли на грани исчезновения, такие пожары валом шли со степи. Но Господь нас сохранил. Я просто немножко скажу о празднике. Душа по природе христианка, та, которая сотворена Богом. Богом, но не сегодняшней. Сегодняшнюю нужно учить. Евангелие от Марка 4, 30. И сказать, чему уподобим Царствие Божие? Или какой притчей изобразим его? То есть, Господь вопрошает, что более доходчиво вам? Какой вам притчинска? То есть, подобие Царствия Божия вокруг нас. И он начал приводить. Вышел сеять и сеять. Ну, видели, сеять и сеять как. Иное упало там. Ну, сегодня сеялка. Тогда разбрасывали руками. Чему уподобим? Я говорю о слове «подобие». По образу образ неизменный. Подобие теряется, и его нужно восстановить через приближение Господу Богу нашему Иисусу Христу. Деяние 17, 29. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и выносно-человеческого. Бог сам всему дает даяние. Мы говорим «меня начальник какой-то». Слово «начальник» произнес, а откуда оно? Евреям 12 глава. Взирайте на начальника-совершителя веры. А император какого ищет? Как Петр Первый говорил, ведь подчиненок должен быть лихой и придурковатый. Чтобы его не сдвинули с должности. Такие учителя рабы. А у нас программа такая, они не могут никуда отступить. Рабство греху задушило свободу. Мы сегодня коснемся свободы. Он есть свобода. Мы любим обращаться к Богу заученными фразами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Владыка, благослови. Я так к Богу обращаюсь, через земного Владыку. Но у Бога есть имена, которые никто не знает. Почти никто. Я их произнесу сегодня. Я повторяю, подтверждаю в словах, которые здесь считаются. Местами указаны в книге глава и стих. Я сторонник синодального перевода. Абсолютно никаких переводов не признаю. Переводили четыре духовные академии. Двое из тех, кто переводчики, уже канонизированы. Это митрополит Пиловед и архимандрит Макарий Алтайский. Лучше этого перевода, может, в мире нет. Это говорят те, кто знает русский язык и другие переводы. И я привожу по синодальному переводу эти места. Римлянам 1.23. И славу нетленного Бога. Изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам четвероногим пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец и нечистоте. Так что сами они сквернили свои тела. Вот какое подобие. И это во всем мире избирает кого-то где-то постепенно, как Премудрый Соломон в книге «Премудрости», хотя это не каноническая книга, говорит в скорбях об утерянном сыне. Повелитель делает образ. Это делается обычаем и, наконец, провознашает божеством. Вот как рождались новые Боги. Римлянам 5.14.29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными по образу Сына Своего, по образу и подобию. Тем предопределил. Нельзя быть в образе Божьем, кого он не избрал, не предопределил. Где эти молитвы сегодня? Господи, соверши предопределение мне. Тот, кто слышит, имеет доступ к синону, скажите, вы заседаете. Ну, включите то, что необходимо. Сегодня два вопроса. Первый. Рождение свыше намертво исчез. И водительство Духом Святым. Два вопроса. И ты на небе. Два вопроса. Почему они затерты, забиты? Я говорю, что как по заезженной до колеи все идет. Тебе даю ключи Царства Небесного. Вот. Католики ухватили за это примат папства. Выше папы никого нет. У него звание половина листа занимает только. И на месте Бога, на земле. А почему не берете то, что никому из апостолов Христос не говорил? Ты сатана! Отойди от меня! Эти же слова Христос говорит, когда сатана приступал к нему, строчка в строчку, буква в букву. Кого назвал? Верховного апостола. А почему? Причина. Ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. А мы говорим, мне человеческое ничто не чуждо. Да как оно сатанинское, оно и не чуждо. По природе душа язычница, она легко это охватает, берет. Этому же научаются дети, глядя на нас. А по природе-то, если человек заражен болезнью, она может передать себе ребенку в утробе матери. А вера передается только через то, что ты сам будешь. Нельзя родить себя христианином от христианки. Хотя апостол Павел говорит, вера, которая обитала в бабке, евнике, матери Лаиде, она и в тебе. То есть она пришла через воспитание Тимофея, ближайшего друга и сподвижника, святого апостола Павла. И мы произносим святого апостола Павла. Ну давайте дальше рассудим. Откуда взяли дальше? Есть такая степень сравнения с чем-то и превосходная степень. Хорошо. У тебя хорошо получилось сравнение. У тебя лучше. А это наилучше. И вдруг это все появляется в том, что неприкосновенно. Бог свят, и нигде больше мы не считаем, что он святее чего-то. И вдруг к человеку присваивается это имя святейший. Библия вообще об этом не говорит. Откуда? Слово святейшее встречается только в два раза во святой Библии. У посла Иуда написано, «Взъедай себя на святейшей вере вашей». А какая вера? Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. Это апостол Павел обещает филиппинцам. Но мы присваиваем все себе, иначе смысла нет считать. Филиппинцам 2.7 «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». То есть подобие наше сохранить, вернуть, он сам сходит на землю. Через чрево Девы Марии Дух Святой зачинает, и рождается он подобный нам. Такие же глаза, все так же. Он ничем не отличался от нас, Христос, кроме греха, как апостол Павел говорит. И вот теперь на этот образ мы можем смотреть. Там непонятно, Адам какой. Сколько он в раю был с Евой? Час, месяц, год. Но, судя по всему, строк этот был небольшой. Потому что нашелся другой собеседник, который увлек ее. Нам непонятны Божьи свойства. Ну, Адам Павлович, пусть Павел. Причем тут я? Написано, в Адаме все умирают. Сто миллиардов гробов, войны, эпидемии, цунами. Все последствия греха того плода, который сорвал. Да что Бог это чудище какое-то, уничтожает. А вот за эти слова ты и ответишь. Задают люди вопрос, которые не верят в Бога. Бог свят, и умерщвая людей, потопом он показал любовь свою, говорит Ян Златоуз. Смерть в годах самая легкая, а самая тяжелая от голода. Сказал святой Ян Златоуз, святой, мы не добавляем святейший. Никаких слов больше нет. Даже Библию беря в руки, мы говорим, святая Библия. Холебайбл. Ничего больше нету. А попробуйте сегодня, от человека отнимите. Да мало еще, святейшее, святейшество, все с большой буквы. Я ее назову, но он должен осознавать, что это не соответствует действительности. В превосходной степени ты не можешь быть выше Бога. Сотворили подобного человека. А разве патриархи в аду не будут, епископы не будут? Ян Златоуз говорит, никого не боюсь, одних епископов. Епископам есть о чем подумать. То есть они при каждой встрече, находя молитвенников, должны просить, только не забывайте меня в молитве, как трудно мне спастись. Я встречаюсь с морскими людьми, где только не бывают. У нас момент был в этом году, что 21 сентября, может на число одно ошибаюсь, будет здесь на Алтае патриарх Кирилл, московского патриархата. Первосвятитель. И мы услышали про это и написали туда. И удивительное дело, обычно епархия любая, это как могила. Туда сколько ни пиши, я 50 лет писал, мертвое дело. Ответа ни одного нет, ни одного патриарха. А сколько я писал, в какой беде. А сейчас патриарх открытый говорит, приехал с Востока, духовное разваление состояния церкви. Могло быть иначе, если бы услышали голос Божий. И вот он, патриарх, приезжает сюда. А почему его не пригласить? Мы его любим. Мы желаем быть полезными ему. Я написал, тут возможность вам будет взглянуть на небо. Побудете среди, а снайперов-то охрану вашу можно на каждую крышу посадить. Мы никого не боимся. Выходим ночью гуляем. Вас никто не тронет. Это место освещенное. И удивительное дело, патриархия сразу же отреагировала, ответила. Действительно, это Игнатий Тихонович пишет нам, кто я такой, откуда. Подтвердите документально. На документе, по форме. Мы за ночь все составили, с печатью отослали. Еще более удивительно, через два часа они уже ответили. Он не свободен. Я добавляю свои слова. А у него там побыть, осветить храм и до свидания. А зачем прилить? Тут свой митрополит он осветил бы. Ему главное должна быть встреча с народом. То есть патриарх сегодня это не апостол. Апостол как? Проповедовал, где они себе обратился, Лидия, торгующая багреницей, кескерша обыкновенная. И она убедила зайти к нему. Самаряне убедили, он вернулся к ним. Это невозможно. А возможно ли вернуться? Возможно. Зачем думать, что везде его только поджидают убить? От его убийства ничего не изменится. Каждый епископ сегодня 100, да и новых может 100 рукоположить в один день. И все они готовы стать патриархами. Хотя внешне будут говорить нищесожим, а прикиг глаголю. А они с чемоданом, говорят денег, ищут этого рукоположения. Образ Божий сохраняется там, где полное доверие Богу. Свобода там, где ты освободился от всего, что тяготеет. Почему Господь и сказал, не пренебрегая браком. Женатый заботится о мирском. Замужний, а о мирском как угодить? А ты добавляй, никогда не угодишь. А не замужний, не потому, что свободный, можно спать долго и выходные, а то, что он заботится о Божьем. Спешить на помощь к многодетным, к нуждающимся, к государственным деятелям. Не бойся, ничего не случится. И в конце жизни оглянешься и скажешь, благословен Господь, что Духом Святым коснулся моего сердца в тот памятный день, когда я узнал, что я сотворен по образу Божию, который был запачкан. Я хочу быть подобным ему. Второзаконие 7-8. Но потому, что любит вас Господь, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки Параона. Бог нас любит. Я могу свидетельствовать своей жизни. Не было ни одной у меня молитвы, когда Господь бы сказал, не желаю слушать тебя, отойди, окаянный. Я сразу говорю, да, окаянный, совсем соглашаюсь. Но благослови, Господи, ни ума не хватает, ни силы. И откуда что получается. Совершенно невероятные вещи делает Бог. Другие не верят, не может быть. На это я вспоминаю Григория Нискова. Люди верят сегодня только в то, что сами могут сотворить. Когда он рассказан о чудесах бывшей силы святой, сестрой Макрины. Иоанн, Евангелие 8-32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие 8-14-16 говорит, яясен путь, истина и жизнь. Любая дорога напоминает о Христе. Путь и истина. Вне Христа не может быть истины. Ищут национальную идею объединяющую. Мне приходилось быть на разных конгрессах. Там даже в ряд номерской премии был. Ну, как плохо сегодня нет идеи, нет лозунга, который объединил бы русскую нацию. Я говорю, она есть. И вы знаете ее? Знаю и могу сказать четыре слова. Дети, воспитанные во Христе. Все меняется в государстве. Ни взяток не будет, ни коррупции, ни оборотней милиции, ни поддельных священников. Ничего не будет. Будет святость. Царствие Божие приблизится вплотную. 33 стих. И мы отвечали, мы семья Авраамова и не были рабами, никому, никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными. Вот сегодня я буду говорить, что патриарх не свободен, епископ в меньшей степени, а священник еще когда-то может и побольше себе позволить. А тут все регламенты показаны. Может он порвать эти путы? Может. Кое-каких год лишиться. Сказать, я хочу там быть. Конкретно, потеряете. Еще он не был на Алтае, еще приедет. И Бог бы сотворил это чудо. И я заранее вам скажу, что мы молимся очень, просим Бога. Хотя ответ дали уже отрицательный, но Бог силен. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я не хочу быть рабом, как в фильме Иеремия. А Иеремия говорит, ты уже раб. Ты уже делаешь то, что тебя просят подчиненные. Ты не свободен. И поэтому дела раба будете делать. Какие ему самые уничижительные. Цари иногда не хотели никого слушать, но их пленили. И другой царь, такой как Артаксерс, заставляет царя там, которому пальцы отрубили, склоняться на колени каждый раз, когда он садится на коня, подставка. Кажется, а есть как под моим столом все время, каждым обедом моим собирай крошки. Так делает Бог. Это случилось с Россией. Помазанник взят, посажен в яму, расстрелян. И церковь в конечном результате отреклась и от царя, уж потом канонизируют. И когда царь отрекся, какие поздравления епископ услали временному правительству. То есть были не вместе, но вместе душили свободу. Библию переводят в 1876 году. Впервые, да и то, кто ее имел-то. Ее всегда расхватали, у православных перекупили. Не знали Слово Божие? Матфея 6,24. Никто не может служить двум господам. Солом всякого имени. 500 имен. Но Слово Святая Библия выше всего этого. Это говорит Солом 1,24. Духом Святым. Как превышать? Потому что все в этом. Все заключается в Слове Божьем. Ты узнаешь Его имена, узнаешь, каким ты должен быть. Ефесянам 1,21. Об этом же говорит. Премудрость Соломона 18,16. Что означает Слово? Когда Бог посылает Слово, оно несет смерть. Написано «Касается неба и ходит по земле». Это речь шла об египетских казнях, но оно не потеряло силу. Оно сегодня такое же. Почему так противоречат люди Слову Божьему? Мне пришлось быть в тесных обстоятельствах, но Бог всегда давал мне Библию или Новый Завет Псалтирию. Когда говоришь, даже не все верят. Я говорил с исповедниками, со священниками, которые сидели. Это не может быть. Может быть, когда пути человеку угодны Богу, он и врагов его примеряет с ними. Следовательно отвечаю, ни одного слова не услышите, пока Евангелие не будет лежать передо мною. И все. Он два раза пришел, вернулся ни с чем. А задание другое. Власти дали указание, пошел в КГБ, сказали, дайте ему Библию. Мы должны знать. Поверьте, я могу дать совет кое в чем. Свободу добыть можно. Даже сегодня. Но может быть, кое что придется оставить. Галатам 4, 26. А Вышний Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам. Мы идем в страну свободы. И туда идет только подобное. За смертью покаяния нет, говорит Иоанн Грутоуст. Я им с тем, что есть. Вот мы сегодня о благодетельстве в буквальном смысле. Что приехал к нам митрополит, приехали священники, мы помолились, мы могли и без них помолиться. Но это торжественнее. А далее беседа еще будет, кое-что еще мы услышим, что-то можем передать. Может быть, наш митрополит, называю наш митрополит, Сергий, патриарх ушепнет потихоньку наоборот. Владыка, вас ждут и любят в таком месте, где вы ни разу не были. А что в Барнауле таких вы мест, где угодно за границей найдете. А вот такое место, где только птицы да животные бегают вокруг. И несколько людей собрались, которые знают, что такое Бог, Священное Писание. А нам есть о чем будет поговорить. И кто слышит это, еще раз помолитесь. Патриарх может изменить график. Уперся бы сейчас сказал, не поеду. И все отступились бы, сразу позвонили правителям. Что делать? Я знаю, что они близкие, сказал бы, сделайте, как скажут. Поставьте охрану. Ничего не случится. Глядишь, и правитель бы услышал. Я настаиваю на этом. Галатам 5, 1, 1, 13. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос нам. И не подвергайтесь опять Егу рабствам. К свободе призраны братья. Только бы свобода ваша не послужила поводом, не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Сегодня слово любовь говорит совсем не о том людям. Понимает разврат. Дали свободу, перестройка. И что из этого получилось? Все бросили на то, чтобы развратить молодежь. И в алиологии, и какие-то курсы, и в школе что делают. От молодых ногтей. А есть возможность так сказать, можно? Я знаю, в городах многие не стали давать детей в школу, по полной программе учатся на дому, и в день экзамена пришли, сдали, и все. Они сохранили детей своих. Я могу называть их по именам. Очень известные, всемирно известные люди. Известные даже президенту. И никаких претензий нет. На паспорт не разрешали сфотографироваться в платке. Мусульмане отвоевали нам это право. Сегодня любая женщина может на паспорте быть с платком. Прикрытая головным убором, как положено. Бери доброе отовсюду. Жили в свободе. Второе, Тимофея 2,26. Чтобы они, эти люди, освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Нам кажется, ну, тут уступить немножко. Там, а вот и антихрист придет, ну, врежем ему тогда. А уже нечем ему врезать. Уже давно-давно, 666 перед тобой стоит, и ты молишься неизвестно кому. Ты знай Слово Божие. Стой твердо. Малозначище не спорь. Ученики Христова, Христос не спорили. Они возвещали истину. Спорит тот, кто ничего не знает. Я 50 лет миссионерствую. Имею, что показать. И скажу, что спорить никогда не надо. Нас Бог не послал. Написано, возвести истину. Знающий истину не спорит, а возвещает. Один раз, два раза, и отойди. Неси семени на... То есть почвы. Даниила 5,21. А почему люди не хотят слушать? Написано, и сердце его уподобилось зверинам. Вот оно подобие. А вышел, посмотрел, стоят небоскребы, такие здания красивые. Я, мой разум, мои архитекторы. И Бог сразу отнял разум. Будешь с животными на коленях. И все, выгнали с царя, и ходил, и бродил. Вы знаете, о ком речь идет. И пошло столько-то времен над ним. И он вернулся, и тогда осознал, и воздал славу Богу. Лука, 20 глава, 35 стих. А сподобившийся достигнуть того века, и воскресенье из мертвых, не женятся, не замуж не выходят. Имеющий жену, будьте как не имеющие. То есть апостол Павел не ограничивается. Женишься, не согрешишь. Но! Такие люди будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль, уже свободы не будет. Почему в песнопениях даже поют. Я как ласточка свободная была, на свою беду тебя я пострещала. Вот как идет. Но если уже оказалась здесь, это не золото-серебро. Приложи все силы, чтобы оправдать это звание. Спасется через чадородие, если пребудет в вере, и дальше перечисляется. Милосердие в любви и воспитало детей. Деяние. Якова 3.9. Им языком благословляем Бога и Отца. Им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. А почему нельзя? Если он заслушал того. Пророк Псалопевец Давид говорит, сказал безумие, сердце своем нет Бога. Христос называл их змей по рождению Ехиднины. Значит, надо знать, где сказать, употребить эти слова. Но далее уже Господь покажет, какую силу имеют эти слова. Чтобы не было препятствия в молитвах. Когда человек молится, он брат. 1 Петра 7.7. Вот почему надо жить с женой в мире, дабы не было препятствия в молитвах. А где молитвы нет, там вопрос вообще не стоит. Там пророки жгли, только меч сверкал. Римлянам 6.5. Ибо если мы соединены с ним, со Христом, подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот это отче наш. В отче наш я нашел все заложено абсолютно, что есть в Библии. Мы должны признать, отец наш, сразу вопрос. А если он отец, а какой я ребенок? Я его дитё. А сегодня отцы, 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 везде отцы. А отцовство, настоящее, духовное, только рождение от Слова Божия. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе. Я, которые отступили Галат, он, я в муках рождения, в муках снова. Кто из священников сегодня может сказать? А если этого нет, по совести скажи. Тебя называют чужим именем, ты не отец. Ты, может быть, настоятель храма. Ты, может быть, даже проповедник. Но если души нигде не обращаются, кого ты родил, покажи, я отец. Женился, детей нет, муж и жена. Но отцом тебя никто не назовет. Апостол Павел был неженатый и был отцом для многих. Вся вселенная склонилась перед ним. Вот если все это взять, свободным разумом проникнуть, то уже будешь думать, я тебя назову отцом. Но ты-то должен понимать, я не противодействую тому, что принято у нас. Я православный принял все. Но за этим все у меня еще есть своя мысль. Моя личная. Я молюсь, Господи, положи им на сердце, отцам, трудиться. Проповедуй, чтобы они оправдали это святое имя. Епископ Владыка, положи ему на сердце, чтобы он был именно Владыка. Чтобы не боялся мирским властям говорить. Не боялся сказать истину в глазах, придержащим века всего. Сказать, не боялся потерять благоволение, не дадут храмы строить, они не нужны. Вот патриарх, если бы приехал сюда, если бы, мне это задавали в университетах, где я делал занятия. Что бы вы сделали? Вот вы говорите, обречаете. Ну, первое, прекратить строительство храмов. Ни 200, ни одного. Заморозить все стройки. Первым делом выйти из долгов. У кого брали под кредиты, все строится. Тот только, у кого есть деньги, свои общины построится. Далее. Открыть сразу же свои печати, дешевле будет. Заполнить страну новыми заветами. Крупным шрифтом, с картинками, с иллюстрациями. Второе, третье. Тысячу училищ открыть в один день можно. Начать учить народ. Я говорю о том, что если. Я этим живу, я все время молюсь об этом. Но даст ли это Бог увидеть при моей жизни, не знаю. Исход 7.1 Господь сказал Моисею, смотри. Я поставил тебя Богом, фараолом. А Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Богом с большой буквы. Это вещь вообще невероятная. И мы не можем менять написанное в Святой Библии. То есть тогда, когда ты говоришь по правде, к тебе будут обращаться даже не как к пророку. А вопрошать как самого Бога. Спрашивает. Ну вот у вас опыт. А как лучше давать просто в своем изложении или считать? Отвечает. Только читать. А потом разъяснить. У меня было в камере там и преподатель космонавта сидел. И Саша думал, что бумага терпит все. Я свое. Уже на третий день они говорят, а что там у вас в книге написано? А дальше теперь каждый день пошли занятия по два часа. С двух этажей охранники будут слушать. То есть Слово Божие живо и действенно. Оно касается каждого сердца, кто бы он ни был. Деяние 14.11. И говорят по-леаконски. Боги в образе человеческий, в образе сошли к нам. Люди боготворят очень легко. Только готовились побить и тут же... Ты должен это разрушить. Апостол Павел бросился в толпу. Что вы делаете? Мы тоже человеки. Богу поклонитесь, который все это сотворил. А тут принимается слава иногда человеку, как будто он в самом деле этого дослужил. Иоанна 10.34. Я сказал, вы боги. Он назвал богами тех, которым было Слово Божие. И не может нарушиться Писание. Даже богами называет людей неверующих. Потому что они руководители. Но Бог с маленькой буквы. И мы должны людям показать, что ты в названии-то Бог. А на самом-то деле есть такие кавычки. В Библии нет кавычек. Оно дает размышления тебе. 2 Петра 2.19. Эти люди обещают вам свободу, будущее. Сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Тление. От тления никто не избежал. Его могут помачивать в разных мудрых растворах. 80 лет. И боятся похоронить. Потому что он тлеет, все время портится. Бог заложил. И не могут понять, почему. Когда ни одного микробы тлетворного уже нет. Все пропитано. Бог заложил. Бог заложил. И там пленная смерть. Она таится. И она найдет. Все нормально. Живет человек. Раз умер. Почему? Предел положил Бог. Но если он был в свободе. Истинная свобода. Ныне отпущаешь, а раба твоего. Находясь на земле, мы обременены этим телом. И оно нас заставляет подлаживаться под многое, что нам не нравится. А вот этого не должно быть. Лучше отступись. Положи диплом. Пойди на простую работу. Но добейся того, чтобы свобода перед тобой сияла каждый день. В свободе призваны мы братья. Истина делает нас свободными. Поставь эту задачу. И жена может быть свободной. Свобода от притязания на ее власть, которая нужна детьми. А у нас так, написала даже патриархия письмо батюшке нашему. Большой глухой. Ваше преподобие. Высокое преподобие. Что это такое? Подобие должно быть. А преподобие нет. А тут еще и высокопреподобие. То есть, это уже выше папы римского. А он, по-другому, знает не знает, какой он есть. Вот это название царь-сиятельства, князь там еще что-то. И добавляет, и добавляет все время-то. А у нас звание только одно. Христианин. И Пиктет, когда призвали на допрос, он сказал ученику своему, давай отвечать одно. Кто вы такие? Христианин. Как твое имя? Христианин. Где живете? Христианин. Ну, любой скажет, да они. Нормальный или нет? Самый нормальный. Не заботится, о чем говорить. Они не знали, о чем говорить. Но этим было сказано все. Когда спросили таких, ну, вам же давали жертву, а слуга говорит, они ее всегда собакам выбрасывали. Ах, вот как? То есть это можно избежать, даже принять жертву, все, выкинуло ее. Хорошо, я исполняю, что требуется, соблюдаю все правила, я его назову, поздороваюсь. Но внутри я христианин. Я должен четко видеть эту грань. К свободе призвал нас Господь. Еще несколько моментов. Апостол Павел напоминает нам, я считаю, для того, чтобы могли посмотреть. И говорит, изберите на простое дело раздавать хлебы. Кормить людей в столовой. Ну, кто, какие качества поставит? Да кого они сами воровать будут? Все равно ворует хоть кусок хлеба. Они говорят, изведанных верят, исполненные Духом Святым. Апостола. Деяния 6.3. И они поставили эту задачу и избрали людей, чтобы поровну делить. Оказывается, и там нужно изведанных Духом Святым. А у нас-то патриарха избирают, и главное, чтобы было высшее образование. Тут они стремятся в академию. Ну, хорошо, там доктор богословия. Все лечат, чего они там, доктора богословия его лечить не надо. Если он Бог ослов, то ослама проповедует. А что делать? Изведанных Духа Святого. А кто будет изведывать? Ну, если такой вопрос задан, значит, закрывай лавочку, как говорится. Неужели у всей патриархии нет людей, которые могли бы понять, в Духе Святом это действует или нет? Чтобы было не меньше 25 лет, канцелярская работа, там еще что-то, управление. Тогда по эту статью не попал бы ни один апостол сегодня нигде. Я просто даю наметку, о чем молиться. Чтобы следующее избрание произошло в Духе Святом. Я не против. Всякую честь окажем патриарху. Но донесите это до них, что избрание это не лучшее. Что мы еще находим? Научиться Слово Божие исследовать. Павел говорит, исследуйте самих себя. В 1 Тимофею 4.16 говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. И поступая так, спасешь себя и слушающим тебя. А я Библию прочитал. Прочитать-то прочитал. Иоанн Златоуст читает «Деяния апостолов». Заголовок. Шесть проповедей полновесных. Я посчитал Златоустом, я его начитывал. Среди он приводит 70 мест из Священного Писания. 70 ссылок в одной проповеди. Да кто сегодня это будет говорить? А даже ни один сектант не скажет. Сразу утомились, уснули. Все. Слово Божие будет скучно им. 6 глава 1 стих Исаии. Я говорю, что слово его превыше всякого имени. По образу его сотворенное мы. И написано, в год смерти царя Озии видел я Господа Высокого Преразнесенного, сидящего на престоле. И там Хилувима, Серафима там воскресали. Свят, свят, свят. Вот это берут, а в год смерти царя Озии никто не толкует. Я впервые нашел Иоанна Златоуста. Шесть проповедей. Шесть проповедей. О чем можно говорить? А ты почитай сначала. Когда я читал, конспектировал, начитывал, я прекращал читать, выбегал на крыльцо и хотелось крикнуть, слушайте, а жили в таком месте, ни до кого не докрешившиеся. Послушайте, что Бог открыл. Потому что в это время царь Озия согрешил. Делал не то, что должно. Взялся за священническое дело Кадила. Бог покрыл его проказы. Это сектантство все попадает под эту проказу. Дафан Аверон и Корей. Им это не дано. У них нет руковоложения истинного. Смысл-то вот в чем. Они этого не понимают. А прокаженный где должен быть? За пределами города. Но царя не выгонишь. Ему отдельно построили и дали дом. И Бог отнял пророчество от всей страны. И от пророка Исаии не изошло ни одного слова. Вот может быть от чего у нас сегодня нет ни пророков настоящих, ни вдохновения. Начни эту конючную Абгаю чистить-то. Начни хотя бы мысленно, потом кому-то скажи, от кого зависит. В год смерти царя Ози умер. И Бог сразу заговорил. Открылась возможность. Но это Бог. Бог не придирается. Это истина так. Иногда говорят, Бог всемогущий. Я говорю, Он все может? Все. Я говорю, не все. Не все. В Библии написано, Бог не может отречься самого себя. Не может. Бог не лжет. Всякая ложь от сатаны. Бог многого не может. Что нам свойственно. Но Бог не может еще и прощать грехи за так. Вот людям, что нужно главное сказать. Подобие его. А как так? Да так. Возмездие за грех смерти. Римном 6.23. И поэтому за каждый грех, за каждого человека он умер. И Отец Небеса не простил ни одному человеку вне Христа. Этого не было и быть не может. Это его свойство. Возмездие за грех смерть. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 8.18. Господь напоминает людям, чтобы мы эту свободу, дарованную им, в крещении. Мы перед крещением составили маленькие вопросы, кто приезжает креститься. Получил ли ты свободу? Когда я это писал, у меня таких размышлений тогда еще не было. Я скажу, какая глубина в священном писании. Я вел занятия в разных университетах в одном только, 18 лет. И вступительное слово я всегда начинал после пения Царю Небесной. Теперь, когда один записывал, и оказалось, я сказал 60 проповедей. Растолковывая эту молитву. Почему? До моего там ничего не было. Я брал из святых отцов. Святые отцы брали из Слова Божия. Да поможет нам Господь вернуть подобие Божие, служить Ему в подобии Его. И в конце жизни сказать, благословен Господь, который наделил меня Духом Святым. О чем так раповал Серафим Саровский. Стижание Духа Святого. Аминь. Со страхом Божиим верою приступите. О Господи, во имя Господне, Бог Господи, я висюю. Верую, Господи, исповедую я, как ты еси во истину Христос, Сын Бога жива, Бог пришел, и мир грешный спасти. От них же первый есть мган. Ищи верую я, как и си дей самое причистое тело Твое, и си я самая и чистаная кровь Твоя. Молюсь, убыть и помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститеся, святых твоих тайн, Господи, в оставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери твои я тайная, днись, Сыне Божий, причастниками приеми. Небо врагом твоим тайну повем. Нелом занятие дам, яку Иуда, но я коротбойник, исповедую тебя, в имя Господи, во царстве Твоем. На нем судо львого осуждения, будет мне причащение, святых твоих тайн, Господи, на выселение души и тела. И очищается раба Бога. И очищается раба Бога. И очищается раба Бога. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спаси Божие, люди Твоя, и благослови достояния Твоем. Ты не помсет истины, при яком духа небесного, а при духом миру и сыною, с ней раздельный троится, поклоняемся, там у нас послое. Всегда, ныне, пресно и вовеки веков. Аллилуйя, 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 и благослови достояния Твоего, и благослови достояния Твоего, и благослови достояния Твоего, и благослови достояния Твоего, и благослови достояния Твоего,